Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Эти специзделия большинство солдат охотно предпочитало им пару обычных сухих носков Руководство для медсестер. Поскольку боевые действия неожиданно приобрели широкий размах Военно-медицинская служба столкнулась с нехваткой персонала для обучения добровольцев Было напечатано специальное руководство. В нем содержалось огромное количество практических способов решения проблем Связанных с транспортировкой раненых в полевых условиях и оказания им помощи Инструкции по изготовлению шин или носилок из винтовок и винтовочных ремней Передвигаемся дальше И мы стоп Мне нужен крест, точно, точно, точно Почему я не считаю, что мне нужна здесь подсказка? Я, по-моему, вполне себе справляюсь Так На тебе крест Такие вот Относительно трагические моменты показываются, что Война все-таки уносит жизни, несмотря ни на что Ну и положительные моменты то, что мы все-таки Спасаем некоторых людей Не за что Мы не видим разницы между немцами и французами Врагами и друзьями Для нас все одинаковые Относительно трагические моменты Относительно трагические моменты Французские офицеры говорили о Бельгии Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра Родного города Анны Папа! Анна немедленно отправилась предупредить отца Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен Здесь уже властвовал смертоносный газ Нам опять-таки придется спасать людей Непонятно, почему она спокойно проходит 25 апреля Раненые при стране Непонятно, почему она без маски И совсем напарится к этому поводу Так, вот нам девочка говорит, что мама наверху Давайте попробуем спасти ее мать Ой, я на выборок упала Надо шустрее это делать Возьмем записочку Пробуем по возможности на каждом найти Так Раз, два, три Раз, два, три, четыре, пять, шесть Voilà А вылечили ее О, смотри Спасибо Она нам дала Какую-то вещь В чем, собственно говоря, плюс Да, то есть Девочка рада Все отлично Мы бежим тем временем дальше Дальше не пройти Можем хотя бы взять ключи Солдата И почитать исторические факты Как же без них Давайте сначала начнем с фактов Ипор, город в руинах Бельгийский город Ипор Правильное французское название Которого солдаты-англичане Так и не смогли запомнить В годы войны Имел ключевое стратегическое значение Через него проходили Важнейшие дороги Железнодорожные и водные пути Уже с 1914 года Ипор начал подвергаться Почти непрерывному обстрелу Артобстрелу А в 1915 немцы Произвели в его окрестности Химическую атаку К концу войны Центр города и Величественный Кафедральный собор Были полностью превращены В руины Нет, я не хочу Переходить по ссылке Технологии в действии В начале 20 века Технический прогресс Значительно ускорился А широкое применение Техники в военных целях Еще более увеличило Его темп Боевые самолеты Дирижабли Танки И подводные лодки Стремительно совершенствовались Кроме того Огромный шаг Вперед был сделан В сфере медицины Особенно в хирургии Медицинской гигиене И радиологии Так, благодаря открытиям Марии Кюри Которая лично работала С оборудованием Рентгенологического исследования Прошли тысячи раненых Салтат Вот, да Вот так вот И мы идем дальше Что нам надо сделать Так, я вижу Вот там мужика Который прям Подвержен В газовой атаке Она прям Лицо бьет Медняга Так, что мы здесь Можем увидеть Здесь ничего нет Вот эти доски Не внушают Недоверие Ну давайте Пройдем подальше Что мы здесь видим Что здесь Видим И эта штука Не крутится Там наверно Что-нибудь есть Больше есть Давайте возьмем еще одно Колесо Убери Тяжелое Потащим Отлично И второе Готово? Наверное Это хорошо Я надеюсь Никого не дошив Вот Убокала Нет Наоборот Все спаслись Просто отлично Я рад Когда все Хорошо Заканчивается Так Не надо Отключить А нет Открыть окно Хорошо Открыть окно Может Спокойно Вылезти На оружие Спасем же этого человека Раз Два Готово Нет Не готово И Опа Да Чем дальше Тем будет сложнее Встречить людей Я так понимаю Но пока Нам это удается Легонечко Не за что И он мне дал Зрость Так Нам в окно Прямо Прямо Блин Как я его должен Заметить Ой Ой-ой-ой Ё-ё-ё-ё-ё-ё Я не это имел ввиду Я думал Там мужика Можно как-нибудь Вытащить Ну ладно Заходи в дом Не знаю Сос Там женщина Просит Что мы Так Отлично Это конечно Хорошо Все Но Как нам Забраться Наверх Сейчас мы Видимо К ней придем Так Стоп А здесь нет Прохода Кстати Горшок Так И О Ключи Ключи Так Здесь проход Нет Сверху Прохода Тоже Нет Иначе нам как-то Надо Это надо Снизу Снизу К ней Пробираться Она Во всю Кричит Сос Здесь какая-то Римская цифра 2 И цифра 6 А здесь Цифра 1 И цифра 4 Там Еще что-то Наверху Блестело Он и пад Потом Здесь цифра 3 И 8 Ладно Интересно, зачем они нам А, понятно 1, 4, 2, 6 3, 8 Так, давайте попробуем сначала Четыре Шесть О, кучу Отлично Держабль, танк Провая машина Нет, не правая Стоп Помните ту машину, которую мы уничтожили в самом начале? Ну, был такой момент, когда мы уничтожали машину Так вот Там были цветочки То есть, это оросительная машина Не для военных целей То есть, все, что было придумано Данным ученым Было использовано во вред людям А не на пользу Хотя, придумалось изначально для другого Так, давайте в этот момент почитаем немножечко О, нет Мою дерево Не надо бежать на месте Так, исторические факты Быстренько почитаем Кимическая формула Эта формула Описывает процесс Происходящий в легких солдат После выдыхания газообразного хлора Вступая там в реакцию с водой Он превращается в соляную кислоту Которая вызывает ужасные ожоги Стереоскопический фотоаппарат Фотоаппарат, сделающий два одновременных снимка На стеклянных пластинках Позволяет тем самым получать объемные изображения Такие устройства были распространены Достаточно широко Из-за своих малых размеров Ночной горшок В начале 20 века Уборный в домах всех сословий Обычно располагался в дворах Поэтому ночью все пользовались ночными горшками Зажиточные люди Которые могли позволить себе содержать прислугу Поручали ей и опорожнение горшков Сломанная трость От этой прогулочной трости Уцелела лишь ручка Когда-то это был очень изящный аксессуар Оказавшийся в траншеях Тиковинным сувениром К сожалению, ломаная трость никому уже не нужна Письмо от шотландского солдата Привет, дружище Я сейчас вы при крошечном бельгийском городке Который до войны, наверное, был очень приличным местом Пивом здесь не самое плохое Хотя я сейчас куда больше охоты И попивал бы Эль Сиди рядом с тобой, парень Через два дня уезжаю на фронт Береги себя Да и передай привет моей семье Джон МакКормак Деревянный волчок Деревянный волчок с ниткой Обычная игрушка начала 20 века В годы Первомировые игрушки Постепенно становились все более военизированными В настольных играх дети могли одерживать победы в известных битвах Кроме того, для них выпускали множество занятных безделушек Которые высмеивали врага После окончания войны игры и игрушки снова стали носить более мирный характер Ну что ж Нам нужно спасать как можно скорее вот эту мадам Дона я не знаю Но спасать нам определенно надо Чтобы ее спасти Нам нужно добраться до колодца Вот колодец Кстати я хотел проверить У нас все исторические же факты Да, все Быстро, 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 беги Давай, 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 давай Пока она не сдохнулась Я просто не знаю на время здесь, не на время Знаете, просто неохота проверять Такие моменты Так Отлично Спасаем бедняжку Так, веса Я честно мало представляю как управляться, например, на клавиатуре Потому что я не видел какое там управление Но в геймпаде оно определенно удобнее Все, что здесь все кнопочки рядом Все Понимаете, хорошо Ой В два раза я уже был готов переключиться на Другое управление, ладно Гувернантка рассказала ей Что отец, талантливый ученый Был похищен бароном фондорфом Одержимым идеей поставить науку на службу войны А она отправилась искать воров По пути она встретила Эмилия и Фредди Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok